6 гривен 88 копеек за кубометр газа. Теперь этой цифрой правительство будет объяснять любое подорожание коммунальных услуг. Уже почти неделю украинцы живут по новым тарифам. И единственные, кто от этого хоть что-то выиграл, владельцы газовых плит. В июне они заплатят за газ немного меньше, чем раньше. Единственное, кто сэкономит, это те потребители, которые платили полную цену 7,188, и цена будет снижена до 6,879. Ну, практически менее, чем на 10%. Но это в основном те, кто имеют плиты, те, у кого низкое потребление. То есть люди, условно говоря, будут платить за счет на одного прописанного на гривну в месяц меньше, если у них нет счетчика. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Ведь теперь коммунальная горячая вода в вашем кране тоже будет подогреваться газом по 6,88 за кубометр. Газ, который продавался предприятием Теплокоммунэнерго, которые производили тепло, он стоил 2,994 гривны. Сейчас он будет стоить 6,900. Здесь будет основной удар. Проще говоря, если раньше вы отдавали за горячую воду, скажем, 200 гривен в месяц, то уже в платежках за май увидите цифры от 450 и выше. Однако это только предварительные расчеты. Установить новые тарифы должна Национальная комиссия регулирования энергетики, говорят эксперты. Горячая вода подорожает, во всей видимости, уже, наверное, с июня. Как только НКРУ установит новые тарифы на тепло и горячую воду. Тарифы регулируются и, повторюсь, их устанавливает не правительство и не поставщики услуг. Как будто этого мало, подорожать из-за газа по 6,88 вполне может и электроэнергия. Ведь ее генерируют в том числе и газовые турбины на электростанциях. Поднялась цена на газ, надо ждать повышения цены на электричество. Вероятно, можно ожидать корректировку в сторону подорожания электричества не на 25%, а там, ну, я не знаю, процентов на 50. Еще. И это мы даже еще не добрались до следующего отопительного сезона. С октября новые тарифы на газ ударят абсолютно по всем. Разные тарифы в разных регионах страны, но для Киева есть все предпосылки для того, чтобы повысить стоимость центрального отопления практически вдвое. А если вы живете в частном доме с газовым отоплением, то газ по 6,88 увеличит расходы в несколько раз. Наталья Календюк, которая как раз живет в таком доме, уже сейчас подсчитывает будущие траты. Если в прошлом месяце в отопительный сезон мы платили 500 гривен в месяц, то в этом году, я так понимаю, что это будет полторы тысячи. Я примерно просчитала. Если это было три за всю зиму прошлый год, то в этом году это будет около 10 тысяч. То есть для меня это неподъемная сумма, я не смогу оплачивать. Исправить ситуацию, и то не для всех, могли бы новые субсидии. И за ними выстроится огромная очередь, прогнозируют эксперты. Минсоцполитики прогнозируют, что до 75% домохозяйств будут вынуждены идти за субсидиами. Вот даже такой сценарий есть. То есть если каждый, то есть трое-четырех домохозяйств. Зачем правительство подняло цену на газ до такого уровня, что три четверти украинцев не смогут оплачивать счета, ответить пока не могут даже специалисты. Если в случае с отоплением еще есть время до октября, то квитанции за горячую воду уже в июне заставят многих пересмотреть свой бюджет. Владимир Кондратьев, Александр Дорохин. Ранок из Украины.